Их сочинения, у кого школьники дети, все знают, я это не очень знаю, ну когда они поступают, вот вместо абитуриентов, что они, какой документ там составляют? ЕГЭ. Вот ЕГЭ, вот, это отрывок из ЕГЭ, это не наш комар, это совсем, у нас такого не мог быть, там же на Сейнграде, а это в Сейнграде, так что тут не это. Я кусочек просыпаю оттуда, и если надолез, сразу мне скажите, это сочинение получено четвертое за него. Когда родился Владимир Ильич Ленин, никто не знал, что он будет производителем коммунистов, о котором помнят и в наши дни. Это был милитый человек. Ленин учился в школе. Иногда к нему приставали парни. Кончалась эта разборка на школьном дворе. Ленин не любил драться, но приходилось защищаться или защищать своих друзей. Кроме школы Владимир Ильич ходил работать, так как в те времена нужны были деньги, чтобы хоть как-то прокормить. Милитые в магазине были почти пустые. Хлеб и продукты давали по тарточкам. И Владимир Ильич жил не как богатый гражданин, а так и все люди, которые его приезжали. Он бегал и раздавал листушки. На улице с огромной пачкой консервис, подбегал к машинам и продавал эти газеты. Не знаю, как Владимир Ильич стал неедиром. Наверное, он как-то проявил себя перед людьми. Когда он зашел на трон, в кавычках, то начал вести всех людей в будущие коммунистов. Владимир Ильич Ленин старался сделать так, чтобы на прилавках было побольше еды и чтобы было поменьше безработицы. Это ему, конечно, удалось, но ненадолго. Мастеров в древнях не всегда давали хорошие урожаи. Иногда урожаи просто гибли. Ленин очень любил детей. На порядок он трал ребенка и нес его на руках. Люди не возружают, потому что их не у ребенка, бегло предводит. Когда началась Великая Артемовская революция, в стране началась паника. Владимир Ильич не мог удержать людей. Приходилось успокаивать их силы. Всех парней, старшие 16 лет, отправляли на войну. Некоторые люди боялись и прятались. Через некоторое время их находили и приговаривали к раздреву. И при революции в стране началась голодовка. Нет практически не привозили. Воды нигде не было. Да если привозили, то давали кусок хлеба. До половины кружки с водой. Некоторые даже не могли дойти до машины с едой, так как охваченные голодом лежали на полу, и он зачеркнулся, и погибали. То есть, я сказала, с Казимиром, кто на чертон погибал. По Владимиру Ильичу Ленину было тяжело смотреть на все происходящее. Он не мог давать людям больше любви, лишь потому, что немцы подходили все ближе и ближе. Они сжигали посевы, скилые отнимали продовольствие у стариков и женщин. Потом немцы расстреливали народ в древне и сжигали. Ленин понимал, что немцы приближаются к Москве. Он посылал на войну все больше и больше людей, а сам сидел в охраняемом месте и ждал листей. Пороться в стране от Булталоса и начал громить город. Ленин приказал солдатам успокоить людей. Солдаты не сжигали детей, не женщин. Когда все немного затихло, Владимир Ильич захотел узнать о новостях в Москве и в Подмосковье. Он был на своей машине вместе с охраной. Но он недолго ездил. Ему устроили засаду революционеры. Тогда-то Ленина поймали и посадили за решетку. За решеткой Ленин читал книги и присвечал. На полях книги он писал молоком на ванне. Но революционеры узнали о его планах и отобрали книги. После нескольких дней советские войска дошли до того места, где находился Владимир Ильич Ильич. Они окружили революционеров и взяли их. Ленин был свободен. В последний раз Ленин направил все свои войска на немецкую армию. В этом бою советская армия окончательно разбила Бурганскую войну. После этой победы в стране началась перестройка. Теперь вместе был не враг народа, а друг. Стали привозить пищу, открыли новые заводы, стали появляться новые постройки. А однажды вечером, как обычно мы это делаем, Ленин хотел съесть свою машину, а потом поехать домой. Только Владимир Ильич открыл дверь машины, вдруг раздался выстрел. Пуля настигла Владимира Ильича Ленина и попала в сонную артерию. Ленин умер. На месте выстрела оказалась только старушка, которая вдруг не так ничего не видит. И его пока не расстрелялся. После смерти Ленина поставили память на себе, посвященную ему. Самого Владимира Ильича Ленина похоронили на Красной площади в мавзолее, где он лежит и сейчас. Ленин тщательно поменял. Пускай в мавзолей, чтобы посмотреть на него. Сейчас Ленин почти не состоит из протезов. Если у него падает свет, то кажется, что он светится изнутри. Он, наверное, единственное, что там, наверное, лежит. Надеюсь, что в будущем его похоронят как человека. Как манекен там лежит, и все на него смотрят. Он же тоже человек. Так и мы. Пусть же его похоронят, как подобает, а не как манекен. Пусть же. Субтитры создавал DimaTorzok